Кто про что, овшивый и про баню. А тётя Соня про капусту. Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня сделаем ещё один очень простенький, вкусный салат из свежей капусты. Я не буду делать много, нам поесть на один разок. Вот примерно такой кусочек капусты я возьму. Здесь грамм 300-400, наверное, не больше. Ну и, как обычно, начинаем с того, что капусту нужно нашинковать. С капустой справились. Отправляем сразу в салатник. Что нам нужно ещё? Лето, свежесть, конечно же, огурцы. Огурцы я тоже настругаю такой соломкой. Дело в том, что салаты получаются вкусными, когда нарезка в них плюс-минус одинаковая у всех ингредиентов. Ну, насколько это возможно. Поэтому сначала на полоски, а потом уже на такую соломку. Количество ингредиентов в этом салате регулируйте сами. Нет правил. Любите меньше огурцов, пожалуйста, меньше. Любите больше, пожалуйста, больше. У меня отварено три яйца. Я отделю желтки от белков. Желтки нам пригодятся для соуса, а белки отправятся в салат. Ну и, соответственно, белки тоже такой же соломкой, насколько это возможно. Зелень. Зелень любая. У меня сегодня укроп. Петрушку, если честно, не очень люблю. Мне кажется, вообще укроп идеален для этого салата, для капустного. То есть больше, на мой взгляд, ничего не надо, но вы можете добавить любую зелень, которую вы любите. Ну и осталось самое интересное, соус. А вот для соуса нам понадобятся как раз-таки те самые желтки. Нужно их просто размять. Даже одну, две, три столовые ложки сметаны, греческого йогурта, который без вкуса, например, какой-то. Можете майонез использовать. То есть все, что вы любите, все, что вам нравится, на основе чего вам нравятся соусы. Я буду делать со сметаной. Это такой, знаете, вкус детства. Отправлю сюда две столовые ложки сметаны. Перемешаю. Чайная ложка горчицы. Хотите, возьмите гладкую. Я люблю дижонскую горчицу, такую с зернами. И вот чайную ложку горчицы, соус. Понимаете, да, чем-то напоминает майонез. Желтки, горчица и, конечно, мы добавим сюда масло. Я добавлю столовую ложку оливкового и столовую ложку растительного. Вы можете использовать только оливковое, только растительное. То есть здесь нет никаких законов. Много оливкового. И немного растительного. Сделаю такую смесь. Сразу добавлю соли. Буквально треть чайной ложки. Соль уже подрегулируете в салате, когда будете пробовать, хватает вам ее или нет. Вот такой кремообразный соус у нас получился. Очень напоминает майонез, такого желтого цвета. Крапление горчицы мне здесь очень нравится. Но если вы не любите, еще раз напоминаю, возьмите обычную гладкую горчицу. И, в общем-то, осталось заправить наш салат. Смотрите, чтобы ценный соус не пропадал, немного капусты в миску. Прямо руками я возьму. И вот этой же капустой как бы вытерли эту миску. Весь соус забрали. Смотрите, чистота. Все. Перемешиваем. Дадим 3 минутки постоять. И салат готов. Это вкусно, это свежо. Это не очень обычно. Ну, то есть какое-то разнообразие в капустные салаты мы с вами сегодня внесли. Ну, что ж, остается попробовать, что у нас с вами получилось. Кстати, забыла сказать, капуста у меня была молодая, поэтому ее мять нет необходимости. Очень свежая, хрусткая. Если у вас прошлогодняя капуста, то прежде чем заправлять, немножко помните ее с солью, и тогда будет очень вкусно. Ну, а у меня, чтобы все попалось, класс! Мне нравится. Должна вам сказать, что если вы будете делать этот салат не со сметаной, а с майонезом или с йогуртом, то вкус будет немного интересней, чем получилось сегодня у меня. Но моя дочь любит со сметаной. В любом случае, экспериментируйте, пробуйте, готовьте, готовьте с удовольствием, подписывайтесь на канал. Мне есть, что вам рассказать. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok